всем привет продолжу я сегодня перебирать пластинки как написали в одном из комментариев кстати к нашим с вами видео пластинки нетрадиционных гитаристов мне очень понравилось это определение этот комментарий был к разговору о Роя Бьюканене почему его назвали нетрадиционным гитаристом я не знаю но видимо имелось в виду что есть традиционные гитаристы большие типа Джо Сатриани Стив Вай, Ричи Блэкмор, Джимми Пейдж на этом в общем перечень где-то уже начинает заканчиваться да титаны мол хорошие да не буду спорить но есть тысячи прекрасных музыкантов не столь известных в нашей стране во всяком случае которых стоит знать ну мягко говоря так а может быть не стоит в музыке вообще ничего не стоит это надо слушать это обязательно надо слушать ничего не надо обязательно слушай что что нравится то что приносит удовольствие никакой специальной такой вот подготовки или какой-то специальной беготни это надо услышать обязательно я считаю что это ерунда полная что значит надо слушать ничего не надо вообще вообще ничего не слушайте будет вам счастье так вот финский гитарист Юка Талонен или Талонен или Толонен я не знаю как по-фински правильно это произносится а гугл-переводчик я очень редко использую мне лень просто погружаться в эти искусственные вещи Юка Талонен гитарист группы Тасалан Президенти у меня есть две пластинки всего Тасалан Президенти на самом деле больше это собственно первая и вторая 69 и 71 год вот это первая это вторая 69 и 71 я не там зашел в один музыкальный магазин я в общем знаю все наши музыкальные магазины большинство продавцов с ними дружу и слышу играет какая-то музыка которую я раньше не слышал и я понял что это Тасалан Президенти вот так вот сразу на вскидку финская группа которая играла 69 по примерно 75 год ну потом собиралась давала концерты что-то там записывала но в принципе основные пластинки вот до 75 года сразу отличил вы скажете Эко Невидаль я мол группу ЕС тоже на вскидку сразу отличу но это не группа ЕС это совсем другая история это нормальный гитарный бэнд с неузнаваемым вокалом потому что это не не очень известная в нашей стране позиция но тем не менее это я похвастался сразу узнал пластинку который никогда не слышал поскольку у меня их только две так вот гитарист группы Тасалан Президенти Юка Толанин начнем с этого начнем с этих двух пластинок очень необычная музыка я очень советую всем познакомиться с этой группой я ее услышал впервые году примерно в 81-м и пластинки эти Тасалан Президенти точнее пластинка я был постоянным посетителем толчка нашего толчок в смысле черный рынок пластиночный да на улице червоного казачества в ту пору и я так понимаю что одна единственная пластинка вот это там гуляла Тасалан Президенти которая нам досталась нашей компании в качестве добивки в качестве колобахи потому что никто не знал что это такое какие-то финны никому не известные правильно это не Пинк Флойд же не Кинг Римсон не Блэк Саббат и не Назарет в конце концов что это такое какая-то хрень пришли домой с друзьями послушали и поняли что это совсем не хрень что это очень крутая музыка здесь и средневековая классика и акустический фолк но не то чтобы акустический фолк а-ля Боб Дилан да а рок-музыка акустическая гитара с очень крутой подложкой с очень мощной фактуры электрической снизу сверху справа слева со всех сторон с барабанами и безумные гитарные конечно не то чтобы соло а партии настолько красивые настолько необычные настолько с узнаваемым звуком характерным для Юки Толамина которого потом мы уже узнали и услышали его сольные пластинки другие пластинки Тасалан Президенте пластинки группы Вигвам финской о которой я потом поговорю отдельно как-нибудь там на двух пластинках играл тоже Юка Толамина на по моему на первых двух он играл замечательная штука здесь и ну начинается все с такой около акустической переходящей в а-ля Кинг Кримсон гитарной барабанной ударной фактуры плотной сложные сломанными ритмами ломанными партиями потом абсолют машин абсолютно роковая песня на блюзовой основе такая who's free дальше тоже в сторону рока с психоделией уже с гитарной психоделией с флейтой с саксофоном то есть так все красиво очень близко к Кинг Кримсон только больше в сторону рока хотя и джаза тоже здесь вот так вот хватает очень много и неожиданно I love you Teddy Beer песня которую критики сравнивают с лучшими песнями Проколхарум здесь я с критиками согласен потому что в манере Проколхарум только с другим вокалом с другой фактурой без таких агрессивных клавиш как у Проколхарум в хорошем смысле агрессивных более гитарная пьеса безумной красоты просто просто можно действительно сравнить с лучшими работами там Гарри Брукера crazy thing номер один это просто шиза и drinking последняя вещь полностью отвечает названию drinking на сцене гитарная рок-группа вот и drinking вторая сторона она более уходит в психоделию в гитарную с флейтой с акустической гитарой с электрической гитарой с удивительными пассажами удивительными партиями очень красивыми очень техничными и мы сразу заинтересовались что же это за группа такая что же это за гитарист вторая пластинка это салон президенте записано в семидесятом вышла в семьдесят первым вот смотрите какие скромные парни видно да в какой комнатке они репетируют записываются сочиняют свои поистине бессмертные произведения все очень скромно очень здорово но эта пластинка записано гораздо плотнее гораздо громче и гораздо более king crimson его чем первое но уже опыт уже и студийный опыт и опыт работы на сцене и в студии и если вы хотите знакомиться с этой группой то начинайте конечно вот с этой штуки это второй альбом ты свалом президенте они оба называются также как называется группа отдельного названия нет и здесь они переигрывают ту же самую песню i love you to debir но раза в четыре мощнее раза в четыре уже монументальней то есть полотно прекрасное на второй стороне четыре песни которые уходят уже в начинается с яростного такого за заигрыша фьюжн а потом уходят в баллады но баллады совершенно психоделические роковые тяжелые и очень красивые очень мощная группа финская тассала на президенте мало известная в нашей стране но среди меломанов очень котируется пластинки найти можно переиздание оригиналы достаточно редкие достаточно дорогие купить можно наверно только в финляндии других европейских странах мне как не попадались эти пластинки ну а сольный альбом юки толанена первый который вышел в семьдесят первом году называется просто толанин это шикарная вещь которую я советую непременно либо там скачать либо купить найти переиздание выходят бывают при желании найти их можно я просто люблю винил поэтому собираю на виниле все это и здесь открывает совершенно с неожиданной стороны юки толанин гитарист из группы тассала на президенте он блестяще играет на фортепиано и первая вещь который называется элемент с фая вота и такое ощущение что играет кит эмерсон вещь который мы никогда не слышали какой-то подпольный альбом кита эмерсона фортепианный с акустической гитарой с флейтой с неожиданно появляющейся электрической гитары которая на чистом звуке чуть-чуть нагруженным играет с вау педалью с квакушкой играет так красиво так быстро с такой необычной фразировкой непривычный совершенно это не джимми хендрикс это не джефф бэк которых можно узнать тоже по фразировкам просто да даже без даже не обращая внимание на звук а именно то что они играют все не так все по-другому здесь тебе и европейская средневековая музыка и современный джаз и рок все вместе и все так органично естественно красиво и все и ты уже куплен просто первые вещи но она идет 8 минут следующая вещь рэмблин идет 9 минут и она больше уходит в джаз но в джаз не в джаз джаз я знаю что многие не любят джаз а джаз рок саксофон электрическая гитара электрический бас ударные казалось бы и все но полет сознания полный вперед очень здорово 9 минут вторая сторона акустическая гитара и сопрано саксофон можно сказать что это зачаточный эмбиент но эмбиент очень разнообразный интересный неожиданные с поворотами с уклоном в джаз опять-таки но без без этого страшного джаза которые многие не любят я полюблю пожалуйста не чем больше джаза тем лучше можно сказать джаз рок да но очень красивый эмбиентный невероятно техничный просто потрясающе wonderland пятиминутная с намеком на восточные дела и последняя вещь last night life кусочек концерта юки толанена в каком-то клубе там уже забой забойный рок помимо этой пластинке у меня к сожалению еще две всего записи толана на это по моему 73 год если я не ошибаюсь такая пластиночка это уже чистый фьюжн но довольно странный не похож на английский фьюжн на американский фьюжн тем более не похож очень точный очень выстроенный и фьюжн на основе опять же средневековой европейской музыки вот представьте себе средневековая европейская музыка в основе а из нее сделан такой вот джаз рок первый план первой половины семидесятых гитарной не похоже вообще ни на что но не оторвешься просто не оторвешься и еще одна пластинка джей тиби это тоже толанин но это уже фьюжн совершенно традиционный хороший в духе там можно сказать в духе weather report даже где-то местами но не совсем потому что если первая вещь она как раз к weather report кренится туда то вторая space cookie это моя любимая штука вообще пятиминутная вещь которая начинается с акустических испанских дел гитарных а потом вдруг сваливается в такой гитарный джаз рок в такие гитарные электрические полеты но это опять-таки не джон маклафлин маклафлин тоже узнаваемый гитарист я не к тому сказал что это хуже джона маклафлина это вот это вот эти электрические полеты они качеством примерно как маклафлин но по-другому все сыграно с фразировкой толанин а с его понимание музыки это надо слушать просто space cookie пластинка джей тиби очень хорошо дальше одно сплошное удовольствие для тех кто любит вели порт для тех кто любит там return to forever вот такая музыка только финская основанная не на клавишах основанная на гитаре юки толанин а прекрасная совершенно вещь опять я всем говорю совершенно но а по-другому и не скажешь юки толанин записал довольно много пластинок но в какой-то момент увлекся препаратами меняющими сознание потерял вообще все все контракты все деньги жилье жил на улице бомжевал искал эти самые препараты употреблял их и едва не умер но спасся друзья помогли он прошел курс лечения уверовал и стал заниматься христианской музыкой писать музыку для церкви для богослужений для церковных хоров для групп которые играют на фестивале христианской музыки и сам давал концерты и фортепианные и гитарные в разных религиозных общинах ну вот и хорошо по крайней мере не помер а достиг просветления чего я всем желаю не обязательно проходить такой путь как юки толанин который был звездой и национальным героем финляндии коим до сих пор и является упал до самых низов поднялся и нашел себя а я тоже пойду искать себя как всегда пойду что-нибудь пить и до новых встреч пока